Уважаемые коллеги, конечно, за 15 минут это сделать сложно, но я попытаюсь быстро пробежать по тому, что было за последние несколько лет. Классификация останавливаться не будет, вы знаете, что это гетерогенная и разнородная группа, об этом уже не раз говорили, вы видите, по количеству зарегистрированных новых случаев, апдейт на 2016 год, это данные СИРС, 12300 новых случаев, соответственно, на нашу страну также сохраняется 5500, включая и костные саркомы. Есть ряд классификаций по генетическим аномалиям, которые встречаются в этой мезонхимальной группе опухолей. Вы видите, есть саркомы со специфическими генетическими изменениями, были в свое время попытки их систематизировать с точки зрения и клиники, и диагностики по тем или иным транслокациям, которые встречаются от одного вида к другому. Ну, пока что, так сказать, это все в пути каких-то неких решений. Вы видите различные возрастные группы, различные мутации, которые есть, есть опухоли со специфическими изменениями, есть с совершенно поломанным кариотипом, который не повторяется от одного случая к другому. Это я говорю к тому, что, говоря и называя одно слово саркомом, мы подразумеваем в реале более 50 разных болезней, которые имеют разное течение и разные подходы к лечению. Что произошло за последние годы с результатами тех действий, которые мы делаем, как системная терапия, либо хирургия, либо использование комбинированных методов? Вы видите результаты мета-анализа, я не буду подробно останавливаться, это 2097 год, в 2002 был апдейт этого. Исследовалась необходимость проведения адювантной терапии. Был ли толк от этого? Если был, то кому? Мы видим по морфологическим подтипам. Во-первых, пациентов, которые участвовали в исследовании с неустановленным подтипом, это 69%. То есть это общие данные просто со словом саркома, без специфики. По результатам получили увеличение безрецидивного периода и незначительное увеличение общей выживаемости. Но это, опять-таки, на большое количество этих пациентов, порядка 2000, без раскладок по морфологическим подтипам. Вы видите рекомендации НССН, без специфического подтипа, гастроинтестинальные, стромальные опухоли, десмоидные и для рабдомиосарком. Разные комбинации старых препаратов, за исключением ГИСТов, за исключением, может быть, даже десмоидов. А все остальное – это большинство препаратов, которые были изобретены 30-40 лет назад. Дальше появление введения в клиническую практику комбинации гемцитабина и доцитоксела. Далее появление таргетных препаратов, далее появление трабектидина, далее появление холовена. И в прошлом году был зарегистрирован в Европе и в Соединенных Штатах это препарат Аларатумаб. Я чуть позже о нем более подробно расскажу. Итак, ряд исследований, которые были. Древний вопрос между Европой и Америкой – что использовать. Использовать монотерапию или использовать комбинацию с фосфамидом. Если мы будем смотреть на разные исследования с европейской части, из Европы или из Америки, они будут идти приблизительно одно за другим. Одни будут доказывать в течение последних 20 лет, что монотерапия – это лучшее. Другие будут доказывать, что комбинированная терапия – это лучшее. В результате последние европейские исследования при использовании комбинации доксорубицина с фосфамидом в неодевантном режиме и показали, что при саркомах высокой степени злокачественности это влияет на отдаленные результаты. В общем, кому как нравится, консенсуса, вероятнее всего, так в настоящее время и нет. И клиники используют те методики, по которым они привыкли работать. Это то, о чем я говорил. Медиана общей выживаемости в комбинированном режиме 14,3 месяца, в монотерапии 12. При этом различия в медиане выживаемости без прогрессирования 7,4 месяца и 4,6. Следующее исследование было – это комбинация гемцитабина и доцитоксела в сравнении с доксорубицином. Естественно, мы пытаемся играть разными препаратами, поскольку арсенал у нас не очень большой. Попытки выявить те небольшие подгруппы, где тот или иной режим наиболее эффективен. Результаты, которые были получены, видите, медиана времени без прогрессирования приблизительно одинаковая в друг группах. При сравнении гистологических подтипов – это леомиосаркома и саркома, которые не относились к этой нозологии, разницы особо не было выявлено. По безопасности понятно, что монотерапия доксорубицином – огромная частота фибрильной нитропинии, видите, 23 десятых. Это статистически достоверно, и с применением антрациклинов высокие цифры по мукозиту. Следующий препарат – это пазапониб, это мультикиназный ингибитор. Он был зарегистрирован по результатам исследования ПАЛЕТ. Это было плацебо-контролируемое исследование. Туда включались большинство подтипов саркома мягких тканей, за исключением гастро-динтестинальных стромальных опухолей и липосарком. По результатам преимущество показал пазапониб, и на самом деле это действительно такой неплохой выход, с учетом широкого спектра активности для саркома мягких тканей и в особенности для химиорезистентных сарком, таких как солитарная фиброзная опухоль, альвеолярная саркома мягких тканей, светлоклеточная саркома. Это уже есть наш опыт, который показывает, что показатели времени без прогрессирования составляют более 9 месяцев. Рибулин – это тубулиновый ингибитор, который обладает, с одной стороны, приблизительно схожими свойствами с паклитокселом по механизму своего действия, с другой стороны, по профилю токсичности он отличается от обычной химиотерапии, поскольку больше напоминает по профилю токсичность, которую мы видим при некоторых видах таргетной терапии. По показаниям, в нашей стране он зарегистрирован только для липосарком. Вы слышали предыдущий доклад, это тоже разнородная группа опухолей. Самое интересное, что наибольшую эффективность он показал в группе плеаморфных сарком, и там показатели эффективности превышают 22,6 месяца, что на самом деле очень неожиданно для меня. И я с трудом могу понять и переварить эту информацию, потому что подгруппа была очень маленькая в исследовании. И это те саркомы, от которых пациенты погибают наиболее быстро из всей группы липосарком. Результаты сравнения. Было проведено прямое сравнение с докарбазином. Медиана выживаемости в группе ребулина это 13,5 месяцев, докарбазина 11,5. Время без прогрессирования одинаковое. Наибольшая эффективность была показана при липосаркомах. Хочу отметить, что в Японии этот препарат зарегистрирован для всех подтипов сарком мягких тканей. Обектидин – это начало 2000-х. Препарат был выделен из оболочечника морского. По своему механизму действия он влияет на систему репарации. Тем самым приводит к нарушению клеточного цикла. Зарегистрированные показания в настоящее время – это так называемый L-подтип. Это липосаркомы и лиомиусаркомы. Исследование, которое позволило зарегистрировать этот препарат в Соединенных Штатах и получить одобрение в ДИИ, сравнение прямое с докарбазином. По результатам медиана общей выживаемости была приблизительно одинакова. Достоверности не получено. Медиана времени без прогрессирования значительно различалась, составив 4,2 месяца в группе с трабектидином и 1,5 в группе сравнения с докарбазином. Результаты в зависимости от морфологического подтипа вы видите, что наибольшая эффективность достигнута в группе круглоклеточных или миксоидных липосарком. При этом медиана времени без прогрессирования составила 5,6 месяца по сравнению с 1,5 в группе с трабектидином. По профилю безопасности токсичность, характерная для докарбазина, она понятна и ожидаема. Здесь высокое число нейтропении и основное это тромбоцитопении. В группе с трабектидином повышение ферментов транзиторное, которое обычно проходит в начало следующего курса и не требует коррекции. И также большое число нейтропении. Но по опыту применения в большинстве случаев мы тоже не используем колонию стимулирующей факторы. Показатели восстанавливаются самостоятельно. И перспективные новые препараты, которые ожидают нас. Хочется верить, что в конце этого года будем надеяться очень на быструю работу наших министерств и ведомств, которые занимаются разрешительной работой, поскольку действительно препарат регистрируется для такой орфанной нозологии, как саркома. А в связи с последними изменениями в законодательстве будем надеяться, что удастся пройти по пути короткого срока регистрации с учетом редкости и пациентов, и, соответственно, самого лекарственного препарата. Это моноклональное антитело, относящееся к классу иммуноглобулинов G1, которое специфически связывается с PDGF-альфа, блокируя его. Этот препарат мы впервые начали изучать несколько лет назад в рамках клинического исследования, клинического исследования третьей фазы, и он показал очень и очень хорошие результаты. Исследование проводилось в двух группах. Рандомизация на комбинацию аллоротумаба и доксорубицина, и вторая группа – это была монотерапия доксорубицина. Пациенты получали дексрозаксан, начиная с пятого курса в группе и доксорубицина, и комбинации с аллоротумабом как кардиопротектор. И дальше оценивались основные критерии, такие как выживаемость без прогрессирования, в первую очередь, а вторичные – это общая выживаемость и частота объективного ответа. И обратите внимание, медиана времени без прогрессирования составила 6,1 месяц по сравнению с монотерапией 4, а самые основные результаты были получены в медиане общей выживаемости. Так, в группе комбинированной терапии аллоротумаба и доксорубицина – это 26,5 месяца по сравнению с 14,7 в группе с доксорубицином. И фактически это первый препарат направленного таргетного действия, который зарегистрирован в качестве первой линии терапии достаточно большого спектра сарком мягких тканей. И хочу сказать, что мы получили во время участия в исследовании разрешение от спонсора и включили пациента с светлоклеточной саркомой мягких тканей. Это была молодая девушка, опухоль первичная располагалась в глубине мышц голени, было метастатическое поражение легких, поскольку, в принципе, альтернатив каких-либо не было. Клиника, не клиника, а медицинский совет проведения исследования пошел навстречу, и мы провели этой пациентке 8 курсов монотерапии доксорубицином. Дальше в течение трех лет она получала аллоротумаб в монотерапии. И фактически нам удалось добиться практически 4 года, болезнь не прогрессировала с максимальным эффектом, который был, это была стабилизация. Поэтому интересные данные тоже при редких морфологических подтипах, но как только препарат появится и мы сможем его держать в руках, я думаю, что у нас клинический опыт наберется достаточно быстро. По токсичности, да, группа комбинации, она более токсичная, выше частота нейтропении, при этом частота фибрильной нейтропении такая же. По большому счету я не могу сказать, что мы заметили какую-то значимую разницу по переносимости в двух группах. И в финале своего выступления вы видите препараты, которые изучались в течение последних 5-7 лет. Часть из них изучалась удачно, и финально они получили регистрацию и выход в свет, и мы их используем. Часть находится на пути, и в самом низу это неудачные исследования, которые завершились отрицательным результатом по третьей фазе. Сложно сказать, почему. Возможно, часть причины это не очень правильный дизайн. Это как раз то, о чем говорил Пауэлл в своем докладе, что при проведении клинических исследований при редких опухолях нужно очень и очень четко обдумывать и проговаривать, и советоваться с теми же коллегами, которые работают именно в этой области. Потому что, сделав одну ошибку, дальше она влечет за собой потерянное время, потерянные деньги и отсутствие толку для пациентов. Если взять как пример, который, например, прошел по Холовену, препарат исходно изучался для метастатического рака молочной железы, после этого были выбраны те же самые центры, которые участвовали и набирали пациентов при раке молочной железы. Это было сделано, по крайней мере, в России точно. Соответственно, это не те центры, которые лечат саркомы. И последующие все шаги вылились в длительные проблемы и для компаний-производителя, и для наших пациентов. В заключение, эта гидрогенная группа опухоли, еще раз повторяюсь, должна проходить лечение только в специализированных референсных центрах. Благо, в нашей стране их есть 10, и в зале я вижу представителей, которые постоянно участвуют в наших конференциях. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Сейчас, секунду. Уважаемый Александр Александрович, есть ли у Вас опыт в проведении комбинированной терапии, таргетной и химиотерапии? Если есть, поделитесь с этим мнением. Вот комбинированный, это был последний препарат, алротумапа, пазопонип, это очень токсично. Но эти данные есть, они описаны и в мировой литературе, и комбинировали гемцитабин с пазопонипом, получили очень большую токсичность. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Да, пожалуйста. Александр Александрович, недавно состоялась, состоялась, по-моему, АСКО, да? Какие новые, у нас будет отчет, саркомные группы будут выступления, ну, на первый взгляд, есть какие-то подвижки, химиотерапии или таргетной терапии, я продолжу вопрос, современного лечения сарком, как костей, так и мягких пяний. Ну, там целый набор новых лекарственных средств из разных групп, они в стадиях первых, вторых фаз клинических исследований. Результаты пока что неизвестны. Нужно время, ждем. Хорошо. Спасибо, еще, пожалуйста, вопрос. Спасибо, Александр Александрович. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.